И к другим темам. Спустя пять месяцев после смерти Салтанат Нукеновой, экс-министр нациоэкономики Квандек Бешимбаев, обвиняемый в ее смерти, дал показания перед судом присяжных. Монолог длился почти весь день. Он начал свободный рассказ с историей знакомства с Салтанат. Потом рассказал о свадьбе, а затем приступил оценивать ее психическое поведение в браке. На заседании главного судебного разбирательства была моя коллега Саяна Сынакова. Саяна, добрый вечер, ты в эфире. Саяна. Агирим, приветствую. Честно сказать, на сегодняшнем суде лично у меня сложилось впечатление, что жертва в этом деле не Салтанат Нукенова, а Квандек Бешимбаев. Это, конечно, сарказм. Жертва здесь одна. Это убитая. В целом, как сказали на заседании прокуроры, Бешимбаев озвучил много информации, которая к его обвинению не имела никакого отношения. В том числе, прошлое отношение Салтанат-психика отца, которое, кстати, полностью здорово предоставленную справку даже зачитала судья. Бешимбаев, конечно, сначала извинился перед семьей Салтанат, но все его дальнейшее выступление будто говорило о том, что страдал в этих отношениях он. Те, кто наблюдал за этим судом, знают. Вырвать что-то из этой длинной речи очень сложно. Но факт один. Вину свою Бешимбаев так и не признает и считает, что он не изверг. Я не признаю себя виновным в умышленном, осознанном, задуманном убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтанат. И брат, и дядя Салтанат просто устроили активную пиар-компанию по искажению всех фактов того, что произошло. Что весь этот фонд... Ну, я вынужден себя защищать. Меня пять месяцев, на протяжении пяти месяцев меня называют извергом. Я выбил ей глаз, у нее вытек глаз, пробит череп и так далее. Все это не соответствует действительности. Сторона потерпевших неоднократно обращалась к Бешимбаеву с требованием не озвучивать некоторую информацию, которая, во-первых, ничем не подтверждена, а во-вторых, задевает чувства родителей убитой Салтанат. Они по понятным причинам сдержать своих эмоций не смогли. Все мои показания... Подожди, подожди, как с особой жестокостью ты ее бил? Как ты можешь такое говорить? Я не видел, мне не показали, мне не показали, потому что мне с этим жить только ради этого ребенка. Ты убивал ее несколько часов. Ты хочешь сказать, я про твое прошлое больше расскажу? Как ты убил ребенка? Как ты убил ребенка? Как ты задавил тебя? Закройте порядок в зале суда. Это все-таки судебный процесс. Так, пожалуйста, пройдите. В целом, в своем выступлении Бешимбаев буквально опровергал показания брата Салтанат, Айдбека Мангильде, который отвечал на вопросы на прошлом заседании. А адвокаты вновь заявили, что убил Бешимбаев Салтанат по неосторожности. Мы считаем, что это неосторожное причинение смерти. На какой срок вы рассчитываете? Я не могу рассчитывать на какой-либо срок. Я рассчитываю на то, что суд будет справедливым, потому что каждый должен нести ответственность только за то, что он совершил. По закону нашей страны убийство по неосторожности наказывается максимум лишением свободы на три года. Кстати, я хочу отметить, что у общественности сложилось некоторое, я бы сказала, негативное мнение о защитниках Бешимбаева. Они, в свою очередь, заявили, что о своей репутации они не беспокоятся. Скажите, пожалуйста, вы как защитник Бешимбаева боитесь ли о своей репутации как адвоката после этого дела? Репутация с чем связана? Что такого? Вы хотите, чтобы мы не защищали людей, которые совершили преступление? Я не боюсь. В целом, сегодняшнее выступление Бешимбаев посвятил тому, чтобы убедить суд и присяжных в том, что никакого истязания в отношении супруги не было. Отвечая на вопросы своих адвокатов, он заявил, что за время совместной жизни поднял на Салтанат руку только дважды, и то якобы защищаясь от нее самой. Так это было или нет, мы уже никогда не узнаем, потому что Салтанат Нукенова мертва. Впрочем, узнать версию Бешимбаева о случившемся в ночь смерти Салтанат сегодня не получилось. Суд объявил перерыв. Продолжит свой рассказ Бешимбаев в среду в 10 утра. Айгерим, как мы поняли, это судебное разбирательство продлится еще долго. Редакция Atomician Business будет пристально следить за этим громким делом и верить в справедливый суд.